Приветствую вас. Давайте берем ваш вопрос. Мне кажется, что идея о том, чтобы найти некий правильный путь в отношениях, она изначально обречена на провал, потому что никто не знает, в общем и целом, как сложатся отношения у друг друга. И мне кажется, что любая попытка контролировать, направлять отношения, она уже пофигает на какую-то человеческую природу, на свободу человека. Что, на мой взгляд, является, конечно, не совсем приемлемым. Вот. Кроме того, важно быть естественным, важно быть собой, важно быть тем, кто есть вы, а не следовать какому-то образу. И если то, какая вы настоящая, настоящая, понравится мужчине, то вам, в принципе, быть в отношениях с этим мужчиной, даже при условии, что вы его, там, ну, вызвите симпатию у него, привязьте его к себе. Вот рано или поздно будут проблемы, будут трудности, скандалы, конфликты и так далее. Потому что вы не будете собой. Я боюсь, это такое ощущение, как разочарование, там, раздражение и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вам надо бы не пытаться завоевать конкретного мужчину. Это всегда обесценивание человека. Это всегда изведение его ценностей, как к какому-то призу, к какому-то завоеванию, достижению и прочее, прочее. А вам нужно найти себя, вам нужно поймать вот это вот свое естественное, естественно, прекрасное состояние. И не только этому мужчине, а вообще, каждому демонстрировать это. И будучи свободным, свободным взаимодействием, свободным. Вы увидите, что отношения не нуждаются, по большому счету, не в пикапах. Отношения не нуждаются в направлениях каких-то отношений, не нуждаются в том, чтобы, ну, в том, чтобы их, ну, в том, чтобы быть, там, грубо-грубо говоря, там, не знаю, правильными, например, да? Вот. То есть вы увидите, что все это, в принципе, не нудно. Вот. А нудно это бывает тогда, когда человек пытается, ну, идти против себя, против другого человека, по большому счету, по большому счету. Вот. Вот. И это всегда-всегда, ну, достаточно болезненно. И, как мне кажется, всегда достаточно тяжело. Как мне кажется, всегда это достаточно трудно. Как мне кажется, всегда. Вот. Вот. И сила отнимает очень много и энергии, вот. И, в общем-то, аппетит у такой позиции большие именно к затратам сейчас. Вот. Ага. У человека. К себе самому. Вот. Я обесцениваю. Идет очень сильно себя, свои цены, и так далее. Вот. А дальше, значит, эм... Так. Выгнал там страницу отношений. Так не можно забыть бывшую девушку. Вы, свое внимание, ко мне возникли отношения. Обзнать моим желанием. Все это подсказывает целые кучи исторических вермений, корма с собой и прочее. Ну, у человека есть проблемы. Он, наверное, заполняет, эм... разными теориями. Эм... Так. Значит, эм... Такое отношение для супермеса очень богатой манипуляции. Если бы я не знал, что сам не способен так подумать. Вы обесцениваете. Здесь человек это первого, второго манипулировать можно, не знаю этого, не замечая. Такое отношение он может, чтобы не делать меня больно. Я не... Я не могу это кончиться. Человек мне нужен. Ну, вот, с нужностью человека, ага, я бы тоже бы немножечко взаимодействовал бы поближе. Нужность... Это в чем нужность? Вот почему эта нужность напоминает созависимость, да? Где вы без человека, в принципе, не можете. Вот. Такой вот ответ. Я думаю. Хочу понять, как изменить его отношение ко мне. Никак. Его отношение к вам не изменить. Это третье лицо. Эм... Сколько не работают с третьими лицами? Мы помогаем наносим клиентам. То есть мы можем помочь вам. И в первую очередь мы вам поможем тем, что вы попали в отношения явно не свободные. Зависимые они... Независимые. Неважно. Это явно не свободные отношения. И... Это отношения, которые вы можете завершить, если вам этого хочется. Вот. И... Вам важно... Не подать в такие отношения. А иначе... Независимо от того, будет мужчина или с вами, или нет, вы будете страдать. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что дало вам почвы для формирования обратных связей, которые вам необходимо поделиться для начала работы над собой. elimination от все. ρωigenия week арх REW п кара кара